Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Раннее утро, 6.40, заехал забрал Михаила и едем уже вдвоем на съемки фильма. Много дублей, матов. Да, у нас есть ютуб-каналы. Желтенькое самое. Мы приехали на место. Место шикарное, прямо возле входа в старый город Кличи. Пойдем для того, чтобы показать тебе, как это все происходит на самом деле. Тяжелая и неказистая жизнь советского артиста. Ворота Адриана и вот такая вот древняя мостовая. Вот это вот оригинальные камни. Красивый вид, яхточка, сборы. Только что. Вот идет приготовление. Вот Катерина, которая нас пригласила. Вон, Михаил. Привет. А вот съемочная команда. Вот желтенькое самое. Это Евгений Кошин, режиссер, который будет все это снимать. А здесь будет разворачиваться драка. Вон, такая вот техника. Фабула фильма, то, что встречались два молодых человека, один женского пола, другого мужского, приехали сюда без денег и сильно изменились. Вот интересный момент, наняли бабушку, чтобы она вот там вот сидела. Бабушку делает актером. Ударился в живот, я сразу по подбегу на этом. Раз, типа два. Раз, два, три. Еще, да? Раз, два, три, четыре, четыре, четыре. Миша, замечательно сыгравший свою роль. Да, спасибо. Костя, можешь подключать? Давай проверим. Потому что вот этот... Да, мотор. Камера идет. 39-4-4. И... Начали. Начали. Здрасьте, давайте знакомиться, как вас зовут? Меня зовут Жимур Ибраимов. Я работаю. актер. Вас бьют, над вами издеваются, издеваются, просто много дублей, матов, не хватает площади. Я имею в виду площадь, маты для страховки, не матюки, боже. Защита на локтях отсутствует. Вон, руку поранил уже. А это кровь искусственная. Вот она. Да, да, да. Здесь тоже. И это стало побудительной силой Майдана. Ну, а какие первые впечатления о работе в Турции? Это ваш первый опыт именно в Турции? Нет, в Турции я второй раз на съемках. Был такой сериал замечательный Восток-Запад. И вот мы снимали это в Турции. Чем отличаются съемки в Турции, чем от съемок, например, в Украине? Погоды. Погоды. Кухни. Ну и вот всегда же есть синдром командированного. Да, да, да. Когда ты куда-то приезжаешь на некоторое небольшое время сразу, ну-ка, иначе себя чувствуешь. Тимур, то есть я понимаю, что вы здесь больше на отдыхе, чем на работе? Нет, я просто в нашем бизнесе существует, ну, наверное, традиция помогать молодым режиссерам, которые что-то начинают сами делать. То есть и вопрос здесь оплаты не стоит. То есть бесплатно, можно бесплатно сняться. Потому что ребята вкладывают себя и, ну, мы все надеемся, что они станут просто звездами режиссуры и вспомнят, что мы когда-то, да. Я понял. Вот у нас есть режиссер, он все знает. О, сейчас уже говорят, что приготовились. Ну, хорошо, все, тогда заканчиваем. Спасибо большое, еще увидимся. Увидимся. С какой точки? Отходим. Первые заработанные киномиллионы здесь, в Анталии. А вот тут рыбки, да, давайте вам рыбки покажем. О, какие. Целый косяк рыбок. О, красота. Ну, это как лайфхак, как заработать денег. Вот, в принципе, на сутки может хватить. Очень неплохо. Первая позиция, пожалуйста. Окей, первая позиция. Поехали. Акция. Да, самая. И ждем для акция. Да. Камера идет. Окей. Мотор идет. И. Начали. Папа. Стоять. Что делаешь, придурок. Очень интимный момент заделывают штаны актера. Не будем показывать все полностью. Пожалуйста. Турка камера и... Нечисли. 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 Пожар. Есть какие-то? Хардинка появилась. Запомните этот момент. Может быть, в будущие звезды. Тож не может быть, это факт. Скажи, пожалуйста, что здесь вообще происходит? Что за фильм снимается? Это твоя роль? Моя роль? Да, моя роль это вполне похоже на меня. Человек просто, который заблудился в Турции. Опоздал на самолет. Вдруг встретил девочку, которая так же заблудилась в Турции. И они как бы о том, как они проводят время. Как они заблудились вместе в Турции. По факту. Ну и мы пытаемся показать как бы всю красоту эту Турции. И потому что мы ездим, тут такой колорит. Но ты понимаешь, что тут такая атмосфера. Но она располагает, не знаю, там... Ты до этого бывал в Турции? Нет, я первый раз. Отлично. Первое впечатление. Вот какие-то. Поймот, если честно. Я очень предвзято всегда относился к Турции. Мне никогда сюда не хотелось. Я думал, я куда-то там хочу. В Грузию, куда-то еще. Я приехал сюда, я офигел. Ну, типа, вот это я не ожидал. Ну, это очень, очень крутая страна. Ну, типа, и колорит. Люди такие интересные. Очень отличные. Люди, люди. Что за люди? Разные люди, как и везде разные. Но те, которые хорошие, просто неимоверные. Ну, типа, они открытые, настолько расположенные. Я вот, ну, с одним мужчиной говорил, там, Амулия, мечети. Он мне столько рассказывал про Харам. Про Рыгель. Мне так интересно было. То есть, совсем другая культура. Ты понимаешь, что это? Ну, типа, это открывает твою бошку. Ты такой, воу, ничего себе, мир какой широкий. Он совсем другой. Смотри, ты вообще сам из Крыма. Вообще, да. То есть, знаешь, хорошо, там и Айпетри, Ялты. Ну, короче, Крым. Да, Крым. Есть и сравнивать Крым и наши края турецкие. В чем схожести различия? Ну, здесь балконы больше. Да. Ну, как бы, ну, здесь все равно теплее. Не, не, не. Ну, я очень люблю Крым, потому что он мой родной. Мне тяжело с этим сравнивать. Ну, все-таки, если бы сейчас я куда ехать, в Турцию или в Крым, я бы сейчас поехал в Турцию точно. Это сто процентов. Ну, типа, здесь есть больше, чем заниматься. Больше развлечений, больше мест, куда можно съездить. Мне так кажется, опять же. Сколько ты сейчас пребываешь в Турцию? Сколько дней? О, вот сегодня третий. Ну, кажется, что уже года полно, наверное. Вот высоты прожитых полутора лет виртуальных и трех дней настоящих. Какие у тебя есть какие-нибудь лайфхаки или советуют? Что ты уже можешь посоветовать своему товарищу, который сюда собираться ехать? Ну, для начала выучить Саул. Да, это спасибо. Мираба выучить. Это привет. Да, это привет. Потому что, если турки видят, что ты, типа, пытаешься с ними говорить, ну, хотя бы интересуешься их языком, они тут же такие, ого, ого, интересно, интересно, давай, давай. Они у тебя открываются намного больше. Вот. Ну, и я еще посоветую иметь человека здесь, который бы как-то разбирался. У вас он есть. Нет, потому что, ну, правда, ну, особенно если первый раз едешь. Вот если первый раз, ну, точно, чтобы там помогли где-то, это будет быстрее, легче и интереснее. Серьезно с таким человеком. Второй раз, третий, там уже понятно, как это можно. Мне кажется, первый раз по-любому нужен человек, который тебя в эту культуру введет. Сколько денег нужно на один день проживания в Турции, по-твоему? Ну, я же здесь работаю, я здесь не отдыхаю, поэтому я даже... Хорошо, сколько ты зарабатываешь? Сколько тебе за это заплатят? Мы бесплатно это делаем. Это студенческая съемка, то есть именно исключительно в своих началах, там, это я в Украине, когда я снимаюсь, у меня, да, у меня ставка и прочее, прочее. Здесь мы собрались, просто единомышленники, которые, типа, ну, для нас было просто радостью на пять дней уехать в Турцию и попытаться создать что-то свою. Тем более Женя написал такой офигенный сценарий. Это его сценарий, Женя. Да, это его сценарий, да? А, значит, деньги снимают. Этого я не знаю, поэтому не буду. У меня партнерша у меня чудесная. А что за партнерша где она? Саша. Пойдем познакомишь, да? Если не против. Саша, можете я на секундочку? Вот это моя партнерша, Саша. Ну, в смысле, как это? Мы играем вместе, в смысле. Мы играем вместе, в смысле. Все так говорят. Ну все, побалились и побалились. Давай, иди. Спасибо большое, дорогой. Скажи, пожалуйста, Саша, что ты делаешь? Играю главную женскую роль. А каковы цели и задачи твоей роли? Что за персонаж? Девочка, 15 лет, у которой проблемы в семье. У нее недопонимание с мамой, недопонимание с папой. И она психует в какой-то момент, не выдерживает это все. Папа у нее моряк. И она, соответственно, такая свободная девчонка. И она решает сбежать. И она сбегает от него, там, забирает карточку, решает купить себе билет на самолет. Все, и она опоздала на самолет. И в этот момент она в аэропорту встречает Сашу. Ага, с Сашей вы уже знакомы. И Сашей там свои собственные проблемы. И они, так значит, проводят вместе день. И ночь. В общем, грубо говоря... И ночь. А тут подробнее. Позвольте. История про то... Ну было это было, да? Вообще в фильме это будет? Нет. Нет. Сексуальные какие-то сцены там. Нет. Это не про это. Да. Это подозросление, но не таким. Не настолько. Ну, не так подозросление. Больше по эмоции. А вообще осознать, что значит папа. Как он тебя любит. Ну, мне так кажется для нее. То же самое у Саши свое. Как бы осознать, кто ты в этом мире. Как ты себя ведешь. Мужчина ли ты. Ну, вот какие-то такие вещи. Так что скоро смотрите. Ну, что больше всего понравилось? Больше всего, конечно, горы. И это как бы не типичная Турция. Обычная Турция для туристов там. All inclusive. Это то, что было раньше у меня. А вот в этот момент, да, я была прям потрясена. И более того, меня поразило то, что муж, пастух, просто взял там мешок, нагруженный фасолью, помидорами. И вот так вверх по этой горе, вот так по склону. То есть мне там было тяжело. И этот старичок, значит, принес нам эту фасоль и помидоры. Хорошие люди. Так, нас уже зовут. Да. Мы сейчас будем снимать. Спасибо большое. Смотрите на экранах. Жизнь в Турции. Жизнь в Турции. Вот. Потом и у вас тоже сейчас интервью возьмем. И... Начали. Папа! 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 Всё, раз. Всё, раз. Всё, раз. Папа! Ты что делаешь, придурок? Съемочный процесс, главный оператор. Знакомься. Как зовут? Никита. Никит, ты откуда? С Киева. Это твой первый опыт в неполном метре. Нет. Ты уже снимал, да? Да. А полный метр есть в арсенале? Нет. Нет. Будем ждать полного метра в арсенале. Желаем тебе удачи. Творческих всевозможных достижений. А ты, может быть, скажешь еще какие-нибудь интересные наблюдения о Турции? Что ты для себя открыл в этот раз Турции? Турции очень разные. Есть хорошие, есть плохие. У нас был один эпизод, что мы пригласили массовку в кадр с кафе. Вот. Мы их накормили, они просто решили уйти. И мы так и не сняли с ними кадр. Они просто ушли. Покушали и ушли. Они просто ушли. Я понял. Ну а что-нибудь хорошее? Что в них есть такого? У нас классный водитель автобуса, Аладдин. Ну он очень искренний такой. Живой. Турецкий. Мы еще не закончили? Нет. Все-все-все-все-все-все. И... Начали. Начали. Пап! Папа! Что? Ты что делаешь, придурок? Это место, конечно, в свое время был в порт или оберегах. Потому что береги, моряки, еще раз. Они чего сюда перешли. Все это богатство оттуда связано, конечно, с Турцией. Раньше назвали Малой Азии, 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 Азии. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Олеся. Что ты тут делаешь? Я волонтер, я помогаю в съемках фильма. Участвую в массовках там. Принеси, подай, иди, не мешай. Вот в таком режиме. Ты в Турции первый раз? Я, да, да, первый раз. Как тебе Турция? Ой, вы знаете, очень нравится. Мы ее проехали уже вдоль и поперек, и она мне просто вся нравится. На чем вы проезжаете в Турцию? На мотоцикле. Ну и как тут на мотоцикле? Как движение автомобильное? Автомобильное движение нормальное. Мы вообще, у нас китайский мотоцикл обычный, и мы просто влились. Мы все говорят, что думают, что мы турки, потому что здесь очень много таких мотоциклов, как у нас. Мы просто слились с толпой и едем себе спокойно. Какой основной совет для тех, кто будет путешествовать на мотоциклах? Просто проедьте всю Турцию. Это совет. Не нужно только море, не нужно все включено. Просто берите и едьте. Каппадокий, Резет, Робзон. Все, что придумается, вся Турция прекрасна. Ее можно изучать просто со всех сторон. А ты не думала снимать о Турции какие-нибудь видео или фото? Мы уже снимаем и видео, и фото. Расскажи, пожалуйста. Да, у нас есть YouTube-канал, и мы тоже выкладываем видео о всех странах, в которых мы путешествуем. Про Турцию мы сняли и снимем уже очень много фильмов. Обязательно оставим в описании. Слушай, а что тебе больше всего запомнилось? Какое место? Ой, меня очень впечатлило озеро Салда. Это его еще называют турецкие Мальдивы. Это оно не очень как-то курортное место, да не такое еще раскрученное, как Памуккале, например. Но оно мне намного больше, чем Памуккале даже понравилось, потому что я такого еще не видела. И Каппадокия, конечно. Да вообще вся Турция. Взять и каждая гора здесь, каждое место прекрасно по-своему. Вы сами путешествуете, сколько уходит денег в день на проживание? Ой, вы знаете, у нас очень мало, потому что мы живем в большинстве случаев или по каучсерфингу, или в палатке, или в гостях. Так что на жилье мы не тратимся, а еда здесь доступная вполне. Так что я не знаю, даже долларов может пять-шесть. Пять-шесть долларов в день? Да, но если заправимся, то мы раз в три дня где-то заправляемся. Это сто турецких лир. И Тур, позови. Ташка! Отходим! Удачи! Хорошо, пути давай-ка. Чертого занята? Да. Пусть только это повторяет. До стопа. Но это финальные кадры. Вплывает яхта, вот такой вот вид, съемочная бригада, кто где он. Стоп, вот одни из самых последних кадров, может именно этим кадром закончится этот фильм. Скажи пожалуйста, как тебя зовут и ознакомиться? Меня зовут Евгений Кошин, Женя, проще говоря. Евгений Кошин, для того чтобы потом знали тех режиссеров, которые может быть именно с этого фильма, с этого момента, вот с этой точки сборки и начнется мой большой путь. Скажи пожалуйста, ты откуда приехал в Турцию? Ну вообще изначально я из Донецка, живу в Киеве, учился в Москве, покидала мне немножечко судьба. И в Турцию я приехал. Я был в Турции в походе, впервые попал в Турцию в поход два года назад. И когда шел в походе, такой думаю, господи, какие же места потрясающие, как я хочу здесь когда-нибудь снять кино. И как-то потом проходили какие-то еще приключения, еще какие-то приключения. А мысль о том, что снять кино в Турции не покидала меня. И я такой, поскольку, естественно, денег нет, а диплом снимать надо, на какие-то крутые декорации, на еще что-то. Я понимаю, что круче декорации, чем здесь, их вообще сложно себе представить. И я тогда подумал, а сниму какое-то такое простое кино, в котором будут два актера на натуре, где не нужно много света, где там одна камера ручная. Это казалось, конечно, гораздо сложнее, чем я себя в своих мыслях представлял. В тысячу раз сложнее. Это дипломная, режиссерская. Да, да, режиссерская дипломная. Это уже второе образование у меня. Ну, тут есть такой технический момент очень конкретный. Вот Турция может быть интересна для режиссеров по той же причине, по которой в свое время Голливуд появился именно в Лос-Анджелесе. То есть огромное количество солнечного света, огромное количество солнечных дней, отличная погода. В принципе, все время там практически не бывает дождей, особенно там летом, осенью. Можно снимать, например, не в туристический сезон. Например, тебе нужно лето, а ты можешь поехать сюда в октябре и все еще снимать это лето. Или там приехать в апреле и все еще снимать лето. Еще снимать лето. И поэтому, конечно, Турция в этом смысле уникальная страна. Она не сказала бы, что она самая дешевая с точки зрения съемок. То есть, если там правильно оптимизировать производство, в той же самой Европе может быть иногда даже дешевле. Плюс, ну, есть, скажем так, Восток – это Восток. Запад есть Запад, Восток есть Восток. И, конечно, с этими восточными вещами, в том числе и с негативными восточными вещами постоянно тоже приходится сталкиваться. И, скажем так, это в том числе какие-то такие издержки производства, которых лучше бы, чтобы их не было, но они есть. И мне не очень нравится, что они есть. И я понимаю, что, наверное, многие кинографисты, которые здесь снимают, с этим сталкиваются. Но это не останавливает меня от желания здесь снимать, потому что, блин, ну как? Что тебе больше всего нравится и что больше всего не нравится здесь? Что мне больше всего здесь нравится – натура, архитектура, еда. Что мне не нравится – мне иногда не нравится необязательность людей. мне не нравится, скажем так. Я знаю, что, на самом деле, это не во всей Турции. Это, скорее, вот в этих местах такие вещи есть, когда пытаются… Ну, когда считают, что раз иностранец, то его можно попытаться ободрать как липкую. И мне это, конечно, категорически не нравится. Вот. Ну, например, в других местах Турции там все как-то немножко попроще с этим всем делом. Например, в том же Измире все попроще. Но… Измир, конечно, классный, но там нету таких гор. Там нету такого цвета моря. Там нету такой архитектуры, когда тут одновременно и Древний Рим, и Византия, и, в общем, все, что хочешь. И все это в одном месте. И сельджуки, и все сразу. И итальянцы, естественно. Вот просто все в одной такой точке соединилось. И, не знаю, это кайф какой-то. Что бы ты посоветовал своему другу, который собирается ехать впервые в Турцию, как совет, как лайфхак? Как просто… Как турист. Как турист? Да. Все покупать в лирах. В аэропорту ни в коем случае не менять доллары. Менять их где-нибудь в центре, в нормальных таких местах. Более того, поскольку здесь сейчас доллар немножко упал, и даже просил, я так понимаю, за год, то турки с удовольствием принимают сами доллары, даже без обмена на лиры. Что еще можно посоветовать? Я бы посоветовал попасть вот просто вот в эту удивительную… Не знаю, просто Турция настолько удивительная. Я еще сам не был… Не был в Мерсине, куда мечтаю попасть. Не был в Тарсусе. Не был в Каппадокии. Просто Турция настолько разная, в каждом кусочке она настолько разная, что, я не знаю, не стоит… Самое главное, что можно посоветовать туристу. Ни в коем случае не стоит ехать вот в все эти ублюдочные отели, которые all-inclusive, где люди сидят, там, пошли на море, повернулись обратно, в таком же окружении русскоязычных. Нужно путешествовать самому, нужно брать машину напрокат, там, палатками, как угодно. Я перепробовал уже несколько вариантов путешествий по Турции. И не бояться… Это все неправда. На самом деле этого не было. Это все мираж, вам это снится. Жень, пожелай что-нибудь, пожалуйста, моим зрителям. Так, ребят, всего хорошего. Смотрите кино, снимайте кино, приезжайте в Турцию. Тут замечательно. Снимайте кино в Турции и будьте счастливы. Спасибо. Спасибо, Женя. До встречи. До встречи. Всем спасибо, друзья. Спасибо. Всего хорошего. Пока. Всего счастливого. До свидания. До свидания. До свидания. Айнанера малы. Вот мы и поснимались. За моей спиной как раз то место, где проходили последние три часа съемок фильма про любовь, взаимоотношения, Турцию и все такое. Очень красивое историческое место. Кличи. Вон съемочная команда уже собирается и уезжает. Я думаю, что мы ответили на многие вопросы, которые поможет непрофессиональным съемочным операторам и режиссерам снять какой-нибудь фильм. Получатся ответы на вопросы, как найти работу, чтобы заработать какие-то деньжат в сфере шоу-бизнеса и съемочного процесса. Ну, Турция прекрасно. Миш, а ты еще скажешь, как тебе? Я скажу так, как это был мой первый опыт. Поменяемся с Назаром. Это был мой первый опыт в кино. Но чувствую себя великим актером уже на таком этапе. Чувствую, что это мое кино. Это я. Я есть кино. Мы вас приглашаем в Турцию. Приезжайте, наслаждайтесь морем, солнцем, природой, едой. А теперь... Дин-дон-дэн. Асалям. Едой. Гелегилей. Ну, наконец, просто чао. Пока. Я влюблен, скажем так, два основных параметра. Это спокойствие, гармония и люди. Вот, как так, собирательный образ. И второе, то, что здесь очень хорошее экологическое, историческое и географическое расположение. Вот, что здесь вот фрукты вкусные, дешевые, экологически чистые, места интересные, исторические, доступные, с хорошей инфраструктурой. Вот, люди открытые, лояльно настроенные, миролюбивые.